Об изменениях в законодательстве, касающихся получения иностранцами разрешительных документов, рассказали на пресс-конференции, прошедшей в Управлении МВД. В частности, речь шла об оформлении пребывания на территории нашей страны, а также о получении гражданства жителями новых регионов. Верхневолжье, хотя и не приграничный регион, однако иностранные граждане к нам прибывают регулярно, и их количество измеряется тысячами. Это не только туристы, бизнесмены или рабочая сила. Начиная с 2014 года, сюда приехало немало беженцев с Украины. С началом СВО этот поток снова усилился. Здесь мы им оказывали максимально всяческую помощь, связанную с получением разрешительных документов. То есть они получали у нас временное убежище, они обращались к нам за получением гражданства, приобретением гражданства Российской Федерации в рамках указа президента, то есть в упрощенном порядке. Правда, упрощенный порядок подразумевает и обязательную дактилоскопию, а также фотографирование. За последние 14 месяцев таким образом в нашей области паспорта получили почти 1150 выходцев с Украины. Ту же процедуру теперь должны проходить и другие иностранцы. Как известно, в тверских вузах учатся около полутора тысяч студентов из-за рубежа. И вот теперь, с нынешнего года, им больше не надо каждый год подавать уведомления о подтверждении своего проживания в России. Он один раз к нам обращается, мы ему выдаем на весь период обучения, плюс 180 дней, да, то есть мы считаем, вот этот разрешительный документ, это разрешение на временное проживание, оно так и называется, в целях получения образования. Правда, документ этот действительен только если такой иностранец реально учится. В противном случае вуз должен уведомить полицию об отчислении, а сам бывший студент обязан в положенные сроки покинуть Россию.